Планируется большой парад, и наша группа там участвует. Так что, я думаю, на Красной площади планируется совместный полёт. Традиционно мы летим девяткой. То есть это уже традиционный полёт на Красной площади, мы с вами 9 самолётов. Есть ли какие-то планы по созданию других пилотажных групп, у нас какие-то страны? Есть ли другие планы по созданию других пилотажных групп? Ждаете или нет? Есть, насколько, Андрей Анатольевич, насколько у нас крылья-давриды. Планируется, на X30 пилотажная группа была заявлена, но когда она на публике появится. Здравствуйте, студент Ваймеха, группа Е521. Хотел бы вас узнать, какие у вас были впечатления при первом вашем полёте? Первый полёт, ну, немножко не так, как казалось. Когда в кино показывают всё это под музыку, так романтично. На самом деле, как где-то в песне было сказано, что летящий самолёт – это и кровь, и пот. То есть всё там немножечко по-другому кажется. Это действительно серьёзная, сложная работа, где надо предельная концентрация внимания, серьёзная физическая форма. Вот, то есть это немножечко не так, как фильм показывает. А скажите, если всегда, сколько вам было в момент, когда первый раз в это были смогли? 17, на момент полёта у всех. То есть вы поступили на первом курсе и уже полетели? На втором. На втором курсе в 17 лет. У меня же сейчас возник вопрос, поскольку у нас год 70-летия Победы. А как вы относитесь к кинофильму «Вои люди, где старики»? Это очень серьёзный такой хороший художественный фильм. На нём воспитывается не одно поколение ветров. Это действительно культовый фильм, я думаю, не только для моего поколения, а и тех, кто старше, я думаю, что те поколения, которые... Многие поколения, которые будут после нас. Это очень хорошее, серьёзное фильм. Спасибо. У меня такой вопрос. У меня есть такой период, что мне будет трудно найти своё место в будущем. И не внузар, я задумался стать лётчиком. Что бы вы могли посоветовать? Ну, чтобы... Если задумался, это уже хорошо. Но прежде всего, прежде чем идти в профессию, надо всё-таки определиться, насколько серьёзно ты любишь, готов ли ты отдавать этому все свои силы. То есть не будет такого, что захотелось летом отдохнуть или идти в отпуск с семьёй, и бросить любимые дела ради, скажем так, своего отдыха или ещё чего-то. То есть все силы отдаются любимой работе. Порою в жертву идёт семья, личное время, ещё что-то. Я же не случайно спросил по поводу часа, когда вы видите с детьми. А скажите, а вы во сколько встанёте утром? Восемь утра. Ага. А во сколько у вас школа начинается? В девять. А что вы за этот час успеваете сделать в плане физической подготовки? Успевать её зарядку, там, в часы зубы, ушить, ещё что-то. А сколько время у вас занимает от дома до школы? Минут пятнадцать, десять. Ну ладно. Тогда начинайте ходить в спортзал ещё по вечерам. Спасибо. Спасибо.